Енисей Саянский сибирский козерог Горный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Красноярский край Чтобы добыть свой трофей, ему необходимо преодолеть затопленный каньон Совершить выматывающий подъем на вершину Саянского хребта Нормально, пойдем потихоньку Рассчитать и сделать точный выстрел на дистанцию 735 метров Трофейная охота на Саянского козерога Сибирский козерог — один из самых крупных представителей рода горных козлов Осенью вес крупного самца может доходить до 130 килограммов Также он отличается самыми большими рогами среди козерогов Как и все козероги, сибирский горный козел встречается в труднодоступных участках гор С крутыми склонами, многочисленными скалами и каменистыми осыпями Довольно сложный рельеф, я бы сравнил с кавказским где-то Единственное, что здесь больше грунта А так по наклонам, по сложности Вон они побежали, вон мелочь-мелочь побежала козероге Смотрите, раз, два, три, четыре О, смотри, мелкие бегают внизу Глянь в бинокль, он может крупный есть Большая популяция козерога здесь Слушай, только это трофейный Трофейный сзади бежит Ну-ка, давай-ка, приготовимся Пока мы тут интервью даем, елки Первый этап – перелет в столицу Хакасии, город Абакан Добрый день! По прилету в аэропорт охотника встречает Валерий Даровский Организатор охоты на сибирского козерога Пищевой цепочки козерог занимает всего 5% Следующий пункт назначения – город Саяногорск Здесь в команде присоединяется Василий Еще один член охотничьей экспедиции Можно улыбаться? Обязательно, обязательно Немного перекусив, команда направляется в поселок Черемуш Валера предложил заехать в форелевое хозяйство Взять несколько лебежек для вечерней мухи О, хорошо Здесь располагается крупнейшая гидроэлектростанция России Саяно-Шушенская гидроэлектростанция Входит в десятку крупнейших электростанций мира На постройку ее уникальной плотины высотой 242 метра ушло более 9 миллионов кубометров бетона Этого количества хватило бы на строительство дороги от Санкт-Петербурга до Владивостока Строительство гидроэлектростанции, начатое в 1963 году, было официально завершено только в 2000-м Крупнейшая в истории российской гидроэнергетики авария произошла здесь 17 августа 2009 года В этот день на электростанции погибло 75 человек Гидроэлектростанция использует падение Верхнего Енисея в так называемом Саянском коридоре Который имеет длину около 280 километров Некогда здесь было узкое ущелье Теперь оно затоплено и является частью гигантского Саяно-Шушенского водохранилища Недалеко от плотины, чуть выше по течению, находится небольшая лодочная станция Два часа составил путь у нас с аэропорта С учетом завтрака, два с половиной часа Сейчас будем загружаться на катер И в движении три часа по водохранилищу до основной базы Основная, как я сказал, задача сегодня прибыть на базу, разместиться и подготовиться завтрашней охотой До базового лагеря команде предстоит пройти вверх по Саянскому коридору Около 180 километров Катер бессоходный, мотор такой у нас О, трехсотый Так что я думаю, что мы быстренько ройдем на нем А это спасательный круг У меня же был катер такой же примерно, поменьше Раньше как-то любил я воду Забросил с этой охотой все И горные выжили, и линдсерфи, все забросил, теннис Сооружение плотины возымело весьма серьезные экологические последствия Участок водохранилища в Туве образует обширную заболоченную низменность Непригодную для хозяйственной деятельности Ниже плотины из-за сброса нагретых вод в зимний период стала возникать незамерзающая полынье Континентальность климата здесь уменьшилась Это привело к частичному изменению флоры и фауны в этих местах В зоне затопления водохранилища находилось более 3 миллионов кубометров древесины Из-за сложности работы на крутых склонах каньона Лесоочистка была произведена лишь частично Было принято решение о затоплении сотен тысяч деревьев С течением времени более 2 миллионов кубометров затопленной древесины всплыло на поверхность Сейчас на сушу извлечено менее половины этого количества Дрейфующая, намокшая древесина представляет серьезную опасность для курсирующих здесь судов Эти топливники, если на катере на них наскочить, то довольно некомфортно будет От берега до берега не близко и практически 2-3 градуса температура Это довольно жутковато Чистник аккуратно у вас Сколько он идет скорости? Здесь сильная негазонка Ну я пробовал максимально, получается 86 Но на коротком участке, потому что много плавника Не разгонится сильно У нас ребята неопытные, поехали Ну сапог полностью оторвали Глубина водохранилища в некоторых местах превышает 200 метров Белая полоса вдоль берега – это максимальная зона затопления Весной уровень воды падает на 40 метров Некогда в этих местах охотился Владимир Ленин В 1927 году здесь был устроен заказник Позже он становится заповедником имени Ленина И его площадь существенно расширяется Сегодня это национальный парк «Шушенский порк» К его территории относится левый берег водохранилища Можно, конечно, смотреть в ту сторону и любоваться Но охотиться нельзя Видели мы по пути 6-7 групп из молодых козерогов 10 штук 3, 4, 5, 6 он идет Да, 6 последний идет Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 6 Там 2 их идет, самца Ну, помоложе, один в черной груди, вот этот хороший Смотрит, ага Да, вот побежал О, да, хороший, хороший Да, хороший В одной группе, конечно, видели хорошего козерога с сантиметров на 90 Внизу, да, и в средине этот козырь небольшой Каменный козел – это второе название сибирского козерога Этот вид населяет горы Монголии, Афганистана, северо-западного Китая и Индии Распространен в горах Тяньшаня, Алтая и Саян Сибирские козлы обитают на высотах от 500 до 5000 метров Особенно высоко забираются взрослые самцы В скалах они спасаются от волков и здесь же отдыхают на лёжках Как и предполагали, три с половиной часа у водохранилища На этом скоростном катере мы прибыли Сейчас пойдём в лагерь размещаться Базовый лагерь располагается на берегу Енисея Недалеко от полузаброшенной деревни Сейчас здесь проживают только несколько метеорологов, которые следят за изменением погоды в этих местах В базовом лагере есть всё для комфортного пребывания охотника Больше всего нравится мне батарея солнечная Неиссякаемый природный ресурс Здесь к команде присоединяется местный житель Егерь Владимир Вадимир, день добрый, меня Сергей зовут Егерь Владимир, кто здесь бывал Наверняка все знают об его профессионализме И высоком уровне своего ремесла Занимался сначала промысловой охотой Зимой соболевал Ну а вот получается уже 22 года занимаюсь трофейной охотой По словам Егеря, вчера закончился сильнейший шторм Вышивавший тут в течение нескольких дней Оно разгоняется, а здесь каньон Здесь аж вой Погоду привезли, значит, мы вам Зиму? Зиму Территория охотхозяйства, в котором предстоит добыть трофейного козерога Составляет 186 тысяч гектар В этих местах, помимо козерогов Распространены соболь, кабарга и морал В последнее время здесь повышается популяция косули Некоторые особи косули пересекают узкие места водохранилища в плаве Также Валерий рассказал, что ему приходилось наблюдать полывущих козерогов Расположившись и поужинав, охотники приготовились ко сну Завтра предстоял сложный день Сегодня первый день охоты на сибирского козерога В чем уникальна эта охота? То, что мы двигаемся по воде на катере И обследуем берега В поисках того трофея, за которым мы прибыли сюда Отъехав буквально минут пять Мы уже видели двух козерогов Единственное, что это со стороны заповедника Не наш случай В расщелинах надо прячется Прошли мы на катере Ориентировался час, час десять минут По пути также видели маленькие группы Из молодых козерогов По две-три штуки Теперь трофейных самцов предстоит искать более привычным способом Все, выкружаемся Пойдем в тот распад Поднимаясь вверх и осматривая окружающие склоны Поводя с нами, Валера на катере отойдет на солнечную сторону Будет нас ожидать Лето, наверное, здесь хорошо очень Спустившись на берег, мы прошли буквально метров пятьсот по руслу ручья Поднимаясь по склону, охотники попали в объектив фотоловушки В общем, по этой трофе все ходят, какие есть звери Как оказалось, ученые из заповедника устанавливают фотоловушки и на территории охотхозяйства Маленько надо было маскирнуть А если пойдет медведь, то он тоже заинтересуется Росомаха сорвет Вон, смотри Я со временем гона, сегодня 28 октября Самка старая Должна быть группа Валер Стоит группа Группа стоит вон там в лесу Кустарники стоят Вот черный кустарник внизу Их черный Вот прямо в нем спрятались там штук, наверное, 10 Смотри Вот прямо, прямо по горизонту прямо Раз, два, три Их много там Летом стада сибирского козерога насчитывают до 50 голов После окончания гона численность стада может составлять до 150 особей Самцы собирают гаремы до 15 самок И постоянно сражаются за них Рога самок редко достигают 40 сантиметров Половозрелые самки приносят потомство уже в двухлетнем возрасте Одного или двух козлят Продолжительность жизни козерогов 15-17 лет Только созрел Не тревоги созревают Время гона, и козлы начинают немного их гонять Мы видели, что движение, ну, тем не менее Начали продвигаться дальше в зарослях леса Чтоб не быть обнаружено Когда уже подошли к этому распаду Мы обнаружили, что их на месте нет, они сдвинулись Не видно на том месте, где они были Веда, все двойно спустились Сейчас будем пытаться ближе пройти Охотники на протяжении многих минут пытались понять Куда могло подеваться целое стадо пасущихся горных козлов Александр, оператор, увидел их на самом верху Где они играли, сбегали Козероги догоняли самок И шла такая сезонная игра, то есть гон Удивительно, насколько быстро эти животные преодолевают крутые подъемы Если это действительно была та же самая группа То на преодолении 700 метров у козерогов ушло всего 15 минут Владимир обнаружил интересный трофейный экземпляр Держащийся отдельно от основной группы Может, он старый, из-за этого не пропускает его Старый, скорее всего, хороший 880 метров от нас Сейчас будем думать, как нам пройти Опытный егерь предложил подниматься, слегка обогнув склон Так охотники будут оставаться вне поля зрения зорких животных Саянские склоны на деле оказались круче, чем представлялось Более получаса ушло на то, чтобы набрать высоту в 500 метров Ну, нам больше нет смысла подниматься Больше нет смысла? Да И что нам делать? Поднимемся, посмотрим туда, потом пойдем туда Ну, куда пойдем? Вот на эту сведовину? Вверх А? Ну, там перевалим, посмотрим И сюда, и сюда тоже будет перевальчик вот в эту сторону Вот такой, и тут будет обрядное место Ну, иди Нормально, пойдем Потихоньку Сейчас, ничего Время одни и часов Одиннадцать? Десять минут двенадцать Они сейчас целый день встали, полежали, соскочили А если такой, что бутной, он их так и гоняет Ладно, чтоб не угнал никуда Сибирский козел – молчаливое животное Он редко подает голос вне брачного сезона Но во время гона самцы очень громко ревут В зимнее время союзниками козлов становятся улары Эти птицы разыскивают корм там, где козероги разрывают грунт Замечая опасность, птицы издают тревожный свист, после которого козлы спасаются бегством Естественные враги сибирских козерогов – волки, барсы и крупные хищные птицы, нападающие на молодняк Данный вид козлов встречается часто и не состоит под угрозой Потенциальной опасностью для сибирских горных козлов является именно неконтролируемая охота и браконьерство Поголовье на сегодняшний день мы наблюдали достаточно большое Много лежек, практически все склоны усыпаны этими круглыми характерными следами жизнедеятельности Мы поднялись где-то ориентировочно метров 500 Перевалили через хребет и уже в этом ущелье обнаружили три, я бы сказал бы, группы из козерогов Козел спокойно лежал Тот, который до этого мы накануне видели, что он лег, он так и на том месте лежал, самки вокруг него ходили Ничего не подозревающее стадо продолжало кормиться Проблему представляла группа козерогов, находящиеся выше и левее остальных С этой позиции заметить охотников было очень просто В этом случае убегающая группа по цепной реакции могла увести за собой остальных В конце концов эта группа перевалила за хребет Эти все уже не нас теперь не спалит никто Один лежит Один лежит И по оценке Вадимира он был более интересным как в качестве трофея Не дергайтесь к вам Я не знаю, ты не сможешь снять Охотник произвел все необходимые расчеты Оба козерога продолжали лежать Нужно было найти устойчивую позицию для выстрела Внимание козерога привлек подходящий к нему самец Это заставило его внезапно скачать Держи Возьмите Он пал Какой-то буквально 10 секунд Он обратно подскочил Несмотря на тяжелое ранение, мощный зверь начал убегать Ажа-жа охотник выстрелил во второй раз есть пули я уже положу чтобы животное не мучилось упал на число 38 минут буквально 4 часа как мы выехали с базы и козерог взять с первой пули как бы не совсем лег 2 пули уважаем и щелчок с таким игорем легендарным к воде все очень просто легко отлично а говорится в горах гаварная погода да вот сегодня погода подфартила два дня шторма было сегодня тепло и без ветра завтра будет опять шторм и снег саяны сибирский козерог хороший такой мощный мощный зверь врага порядка 90 сантиметров 12 почти 13 лет самец уже к свое отдал своему племени уже находился как мы видели отдельно от группы молодые уже его отогнали мы по сути сделали выбраковку не нанеся ущелья популяции сибирского козерога чем характерна трофейная охота козла взяли ага так ты до нас будешь идти только два с половиной часа наверно ползти самый в гриве почти в самый пока владимир производил первичную обработку трофея сергей поднялся выше по склону здесь на противоположной стороне огромного каньона паслась большая группа козерогов прям их дофига вообще очень много около десятка трофейных козлов в окружении трех десятков самок и козлят и там и там далеко козерог с самыми выдающимися трофейными качествами стоял на скальном уступе словно горный король в окружении свиты дистанция составляла 735 метров стрелять на такое расстояние прогноз погоды на ближайшие дни не предвещал ничего хорошего поэтому сергей принял решение не упускать такой шанс в распоряжении охотника была еще одна незакрытая лицензия это нет нормально условия предстоящего выстрела были практически идеальными ветер полностью отсутствовал наклон составлял всего плюс 10 градусов козерог оставался неподвижен помимо шанса взять выдающийся трофей это был шанс задокументировать один из самых дальних охотничьих выстрелов 1 2 3 есть попадание 735 метров сейчас пойдет пойдет тоже пойдет включается охотник выстрелил как во второй раз есть готов отлично для меня это первый раз такое вот все данные пожалуйста 735 метров возвышение 9 и 7 поставил ровно 15 и 1 ровно минуту убрал и четкое попадание даже после выстрела основная группа осталось наблюдать дальше за нами хороший день хорошая охота охотники добрались до трофея только к сумеркам 13 лет возраст 97 сантиметров для осаянского козерога это очень хороший результат 13 лет 14 лет а самое главное это 735 метров для меня это очень важно позиция идеальная стрельбы ровно оттуда стрелял горизонт был плюс 10 градусов первым же выстрел был поражен все таки контрольный выстрел сделал чтобы уже наверняка наша дистанция была серьезная для уверенности вторым выстрел уже положил немного пролежала скатился вниз это поразительно такая дистанция в моей биографии охотничьи это первый раз такой выстрел прошагали мы сегодня 20 километров погода удачная сегодня по горам ходить самый раз к катеру охотники вернулись глубокой ночью поздравляю все отлично я обязательно к вам вернусь трофейная охота на саянского козерога завершена помимо добычи двух выдающихся трофеев охотником удалось задокументировать один из самых дальних охотничьих выстрелов саяны удивительны и неповторимы по своей красоте эти горы навсегда отпечатаются в памяти тех кто отважится их покорить